Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости планирует открыть уже к 7 ноября, а первую смену школьников принять с нового года. Что сделано на данный момент и чем будут заниматься ребята, сегодня рассказали премьер-министру. Во время рабочей поездки в Брест обсудили и социально-экономическое развитие региона. Светлана Лукинюк о главных моментах. На таких плитах приготовили не один обед и ужин. Мы видели их у наших бабушек или в многоэтажках 80-х. Сегодня технологии уходят до варочных поверхностей и духовых шкафов. Доля здесь такой техники 18%, но именно на нее спрос на рынке растет. Премьеру рассказали и про ассортимент, и о планах расширяться. Сегодня важно и углублять локализацию производства. Без этого дальше очень сложно будет конкурировать, потому что на рынок заходит, на наш рынок заходит очень много брендов, даже так называемых ноунеймов, с дешевой техникой, которая, мягко говоря, имеет проблемы с долгосрочностью эксплуатации, имеет проблемы с безопасностью. Но это будет регулироваться в изменениях к техническому регламенту таможенного союза, который должен вступить в силу в следующем 2025 году. Но надо не дожидаться этого, надо работать над полной локализацией. 84% экспортных продаж идут в Россию. В целом вся бытовая наша техника сейчас в хорошем спросе. Это и холодильники, и стиральные машины, рост экспорта от 115 до 170%. Да и свой покупатель выбирает тот же Гефест. Плита этой марки, кстати, и у премьер-министра. В целом же бум продаж на внутреннем рынке в этом году и благодаря кредиту на родные товары. Есть поручение президента расширить этот список. В ближайшее время будут приняты изменения. В него будут, очевидно, добавлено больше производителей мебели, в первую очередь. Включать будем туда и больше частных компаний, которые производят мебель. Но с условием того, что это не перепродажа чей-то другой, а это собственное производство. Ну и есть предложение повысить порог кредитования для покупки отечественных садовых домиков или домокомплектов. Сейчас он составляет 300 базовых величин. Есть предложение поднять его до 500. Что касается в целом Брестской области, губернатор заверяет, многие показатели выполнены. По росту промышленности, сельского хозяйства, производительность труда опережает рост зарплат. Вопросы остаются по строительству и инвестициям. Пока не дотянули до сотни. Премьер спрашивает и про школы. Сегодня главный вопрос – это обновление пищеблоков, чтобы с сентября всех кормить по новому меню. Обещают все сделать до 15 августа. В прошлом году максимально и за зимний период закупили все технологическое оборудование, где это требуется. И ведем реконструкцию. Вот по прошлому году три завершили пищеблока. И в этом году завершим оставшиеся три пищеблока, которые требуют, так скажем, технологии. Многих школьников уже в следующем году пригласят и в новый центр на территории Брестской крепости. Деньги на этот республиканский патриотический центр воспитания молодежи собирали все мы вместе, в том числе и на субботниках в этом и в прошлом году. В процессе строительства поняли, что могут возвести объекты дешевле вместо 26 миллионов рублей примерно за 20. Открыть планируют к 7 ноября, а уже с нового года принять первую смену. Центр будет работать круглый год. Молодежь оторвут на 12-15 дней от гаджетов, привлекая квестами и спортивными играми, а также интересным общением со сверстниками и преподавателями. И, конечно, это не военный лагерь, как некоторые пытаются преподнести. На сегодняшний день на базе воинских частей развернули порядка 170 военно-патриотических лагерей летних. Вы знаете, очередь на них спрос. Дети идут и хотят в них заниматься. Поэтому говорить, что мы кого-то загоняем, это такая глупость. Даже нечего на это обращать внимания. Наоборот, мы делаем правильно и мы это продолжим делать, потому что мы воспитываем своих детей. Министерство образования сейчас готовит и учебные программы для юношей и девушек от 12 до 16 лет, чтобы они через собственное личное участие изучали героические и трагические страницы истории Беларуси. Светлана Лухинюк, Алексей Юнош и Михаил Тихонов. Агентство теленовостей из Бреста. Светлана Лухинюк, Алексей Юнош и Михаил Тихонов.